По-моему, этот Сорокин так образно сказал, что это прошлое осталось лежать, как труп на дороге, но он как Франкенштейн, он может начать снова оживать. Только вот в эти месяцы большого террора было приговорено к смерти около 700 тысяч человек и арестовано миллион шестьсот. Это автоматически не означало, что люди, даже сами подвергшиеся репрессиями, стали вдруг носителями таких демократических и, я бы сказала, антисоветских идей. Совсем нет. Закон о реабилитации был единственным, где говорилось о том, что ответственность за эти массовые репрессии и за вот этот террор берет на себя государство. Есть некоторая общая задача вообще подвергнуть весь процесс десталинизации сомнению. Кого вы там еще реабилитировали, надо с этим разобраться. Привет, это подкаст «Человек имеет право» и сегодня его веду я, Наталья Джампаладова. В России за последние два года отменили более четырех тысяч решений о реабилитации жертв политических репрессий. Им возвращен статус изменников Родины. В Генеральной прокуратуре, где и пересматривают решения о реабилитации, сообщили, что после тщательного изучения архивных уголовных дел выяснилось, что эти люди во время Великой Отечественной войны сотрудничали с нацистами. А генпрокурор Игорь Краснов объявил, что надзорное ведомство теперь будет на постоянной основе выявлять и отменять свои же решения о реабилитации тех, кого посчитают виновными в военных или тяжких и особо тяжких преступлениях, не допуская оправдания пособников нацистов и изменников Родины. Это цитата. Почему генпрокуратура собирается пересматривать решения о реабилитации? Кого они могут коснуться? Как начиналась и как проходила реабилитация жертв советского террора? И почему государство сейчас ведет себя так, словно больше не заинтересовано в сохранении этой памяти? Об этом поговорим сегодня с историком, председателем правления Мемориал Цукунфт Ириной Щербаковой. Ирина, давайте начнем с цифр, из-за которых все эти годы спорят. Сколько же людей все-таки репрессировали в советские годы? При Сталине в репрессии по политическим обвинениям носили массовый характер. И цифры, которые более-менее соответствуют реальности, это 12 миллионов, в которые входят и люди, у которых есть следственное дело и приговор, это около 4 миллионов человек. И остальные цифры складываются из подвергших насильственной коллективизации и выселению, и ссылке. И сюда же входят так называемые высланные народы. И это примерно 12 миллионов, но надо еще сказать, что существует, и это важно, огромная серая зона, над которой по-хорошему надо было бы еще работать и работать. Реабилитация началась массовая, в конце концов, после 20-го съезда, но еще и до этого начался процесс, после смерти Сталина, медленный, но начался процесс реабилитации. Он становился, на самом деле, все более массовым. Это было связано с тем, что все-таки репрессиям подверглись партийные кадры, советские кадры. И, конечно, Хрущев и так далее, те, кто пошли на этот процесс реабилитации, они, конечно, думали о реабилитации прежде всего, конечно, этих людей, ну и, в общем, обычных, так сказать, советских граждан, которые оказались жертвами репрессий. Хотя массовые терроры, особенно большой террор, носил категориальный характер, и аресты осуществлялись определенных категорий, так называемые национальные операции, польская операция, немецкая операция, когда люди только за какую-то свою национальную принадлежность были обвинены в шпионаже, и так называемая кулацкая операция, или репрессии против жен врагов народа, когда автоматически жены людей телепрессированных, осужденных, автоматически, вот это такая была важная черта большого террора, без всякой, какого-то ни было доказательства какой-то их вины, становились жертвами репрессий. Но кроме этих категорий, конечно, могло коснуться самых разных людей, представить себе масштабы только вот в эти месяцы большого террора, который начался в августе 1937-го и кончился осенью 1938-го года, было приговорено к смерти около 700 тысяч человек и арестовано миллион шестьсот. Это надо себе представить, размах этих репрессий. Понятно, что с этими людьми надо было что-то делать, и гулаговская система вообще трещала по всем швам, принудительный труд перестал казаться таким, так сказать, производительным и продуктивным, и, кроме того, это был важный момент, такой начавшийся все-таки, с очень большими вопросами, с очень медленной все, но все-таки процесс досталинизации. Этот процесс реабилитации шел, и он был особенно интенсивным, значит, с середины 50-х и где-то до, в общем, середины 60-х годов. Конечно, людям было добиться этого нелегко, надо было отстаивать в огромной очереди. В Москве люди сидели часами в помещении Верховного суда, в Генеральной прокуратуре, ждали, пока их примут. Но, в общем, с реабилитацией люди восстанавливались в правах. А люди сами должны были инициировать этот процесс? И еще довольно-таки сильно бороться за реабилитацию. Некоторые получили компенсацию, она была два оклада, по-моему, месячных, это было, конечно, смешно. И, конечно, они получали право на жилплощадь, но нужно было так бороться за то, чтобы получить, может быть, даже вместо квартиры. Была какая-нибудь там двухкомнатная квартира в Ленинграде, и нужно было очень сильно побороться, значит, чтобы женщине, вернувшейся из лагеря, муж расстрелян, сама она восемь лет там отсидела и так далее, чтобы получить маленькую комнату в коммунальной квартире. Было право восстановиться в партии, для членов партии. Но для этого тоже нужны были, как правило, некоторые подтверждающие документы. Я просто это хорошо знаю, потому что мой дед собственный, который фантастическим образом уцелел, а все его друзья, коллеги, он был сотрудником Коминтерна, были практически почти все репрессированы. И кому удалось вернуться живым, вот он просто как на работу ходил там с ними, занимался, так сказать, подтверждением их личности и так далее, и так далее. Было очень немного людей, которые восстанавливаться, например, в партии не стали. Я таких людей тоже знала, но это были единицы. Это были те, кто осознали, чья ответственность была на самом деле за репрессии, и что не только совсем Сталин, а что вообще-то, так сказать, виновата на самом деле партия и эта система, и что репрессии исходили не лично от Сталина, а, так сказать, от всей выстроенной системы. Но это означало для человека некоторый такой определенный путь. Но на это, понятно, в советской жизни и в быту решались очень немногие. Но эта реабилитация была формальной в том смысле, что и государство этой реабилитации, конечно, признавало свою, так сказать, ответственность. И это одна линия. А другая линия, так сказать, оценка обществом того, что произошло. Потому что это очень важный духовно-нравственный процесс реабилитации. И вот начиная все-таки с 20-го съезда в обществе шла борьба. Даже не за вот такую формальную, а духовно-нравственную реабилитацию. И этот процесс был очень трудный. И были этапы этой борьбы. Ну, например, публикация одного дня Ивана Денисовича. Значит, рассказа Солженицынского о лагере. И можно себе представить, что этот рассказ был опубликован только в 62-м году. Мы знаем историю этой публикации. Она почти что детективная. Кто принес, кто дал Твардовскому, когда Твардовский прочитал, когда он подсунул и каким образом, значит, ему удалось привлечь внимание Хрущева. И почему Хрущев все-таки дал разрешение на публикацию. У десталинизации в этой форме был тоже сложный процесс. Потому что были откаты. Потом снова Хрущев как-то решался двинуть этот процесс. Разрешить какие-то вещи. Сталин был вынесен из мавзолея. И было знаменитое стихотворение Евтушенко о наследниках Сталина. Были убраны все памятники, значит, они были, так сказать, взорваны, сняты портреты. Я вот пошла в первый класс осенью 56-го года. И мы были первыми школьниками советскими, у которых был букварь без Сталина. И это, я бы сказала, наложило отпечаток отчасти на мою судьбу и на, так сказать, судьбу моего поколения. Это был очень важный процесс. Потому что просто молчаливая такая тихая реабилитация все-таки не означала процесс осмысления в обществе, который был очень важный. Этот процесс был остановлен со снятием Хрущева в 65-м году. В 64-м был смещен Хрущев. Но как-то стало очевидно очень быстро, что теперь у нас будет, на самом деле, культ победы в Великой Отечественной войне. И главный упор идеологический, пропагандистский будет делаться совсем не до сталинизации, конечно же. А вот на этом культе победы, и поэтому я назвала 65-й год, потому что это вот год первого такого огромного праздника. Но тем не менее, и после этого такой какой-то процесс, когда люди добивались, заявляли, он все-таки постепенно шел. Но, конечно, этого нельзя сравнить с тем, что было в начале, в первые годы. Тем более, что многие люди просто умерли, особенно мужчины. Но дальше снова процесс такой десталинизации активной, он начался, конечно, с началом перестройки, и довольно рано, начиная примерно с 86-го года постепенно. И это было знаком еще до всяких экономических реформ, до всяких политических еще требований, да, там, отмены однопартийной системы, свободных выборов и так далее. Первый процесс пробуждения общества, и это очень важно, он начался с возвращения к десталинизации. Я помню, что мне казалось тогда довольно странным статья Михаила Гефтера, которая называлась, она была такая очень важная, «Сталин умер вчера». Потому что мне казалось, ну нет, все-таки пройден большой путь, и нельзя сказать, что он умер вчера. И ведь была, уж мы тут с вами сидим, такой радиостанции все эти годы, пока тема была изгнана из советского подцензурного пространства, не подцензурное пространство расширялось, конечно. И эти ручейки через этот лед просачивались, и просачивались все более интенсивно. И росом издат, был опубликован архипелаг ГУЛАГ, что было очень важно. Огромную роль играли радиостанции и так называемые вражеские голоса. Испидола, вот это вот портативное радио знаменитое советское, это было очень важным таким, так сказать, атрибутом. С ним люди не расставались и слушали там, где меньше глушили. И, в общем, все знали, что в определенные часы слушают BBC, слушают, конечно, «Свободу» и так далее. По ней читали. Между прочим, был очень важный процесс запущен. Чтение неподцензурной литературы очень многие узнали о разных вещах, когда они читались на слух. Это очень важная роль. Но перестройка началась именно с требованием «Скажите правду о прошлом». «Наконец-то! Где жертвы? Где убитые лежат? Никто не знал же совершенно. Откройте архивы». Вот, собственно говоря, мемориалы возникли на волне такого движения. И оно сначала было очень скромным. «Давайте хоть памятник поставим жертвам». Ведь ни одной доски, ни одного памятника, ничего не было того, чтобы напоминало, на самом деле, о массовых репрессиях. Но тоже сейчас кажется, что все это было с распростертыми объятиями. На самом деле, это было совершенно не так. Это была очень большая общественная борьба. Это был сначала процесс, который не имел никаких юридических последствий, хотя все прекрасно понимали, что они нужны и они необходимы. Это шло в одном пакете с общими требованиями демократизации и реформ. И на этой волне были приняты два закона. Они до сих пор не отменены, хотя там масса всяких оговорок и уже сейчас, как мы знаем, переписывания. Но это были два закона, которые были приняты, на самом деле, при участии мемориальских активистов. Это был закон о реабилитации. И это был закон о доступе к архивам, который, мы так называем, который дал старт к архивной революции. Закон о реабилитации был единственным фактически. Где было прямым образом, в преамбуле говорилось о том, что ответственность за эти массовые репрессии и за вот этот террор берет на себя государство. Там было много на что имеет право, на разные льготы и так далее. И более того, люди, обвиненные по политическим статьям, как бы формально уже, так сказать, все подлежали реабилитации. Уже не нужно было писать заявление, добиваться этого всего. Если у тебя была такая статья, по закону ты считался реабилитированным. Это было очень важно. Мне кажется, такая примерная цифра больше шести миллионов людей, которые вот прошли через этот процесс. Но, надо сказать, немножко другая процедура тех, у которых не было приговора, а это целые выселенные народы, это депортированные, раскулаченные, и все, у них этот процесс носил широкий характер. Но что касается, например, какого-то возмещения ущерба, он носил совершенно минимальный характер. Льготы потом помогали реабилитированным разного рода льготы. Но возмещение, даже нельзя было так трудно сказать, что это какой-то очень большой помощь людям, абсолютная была формальность. Мы боролись очень за то, чтобы и дети были признаны жертвами политических репрессий, потому что дети, на самом деле у которых были арестованы оба родителя, или потом в результате расстрелян отец, мать оказалась в лагере, которые оказались в детском доме, тоже выселены вместе, что они тоже таким же образом, это совершенно справедливо, считаются жертвами политических репрессий. И они уже, прямо скажем, очень немолодые люди, потому что, если, например, представить себе тех, кто родился в 1937 и 1938, то можно легко посчитать, сколько им теперь лет. Несколько лет тому назад возникла такая инициатива, за которую очень выступили наши юристы мемориальские, это право вернуться домой. Несмотря на решение Конституционного суда, государство до сих пор упорствует, и даже несмотря на то, что там просто, как вы говорите, людей осталось совсем немного. Что тут говорить, если даже у военных ветеранов, с которыми формально являются такой иконой нашей идеологии, даже им трудно. А что касается уже вот этих вот детей, и это адресовали в регионы, многие из них были выселены из больших городов, и там на уровне местных властей делается всё, чтобы этот закон не был выполнен. Ну, вот это вот ответ государства. Ну, а дальше мы получили то, что получили постепенно, и этого следовало ожидать. Мы надеялись в 90-е, что будут решены всякие вопросы серой зоны, что с открытием архивов будет очень широкий доступ к документам, связанным, так сказать, с репрессиям, и удастся решить вопросы с людьми, которые оказались в этой серой зоне, которые, например, были осуждены по уголовным статьям. Или стали жертвами указов, например. Или что, может быть, удастся восстановить справедливость в отношении этих людей. Оказалось, что это были напрасные надежды. Да, то есть те люди, которые формально не попадали под законной реабилитацией жертв, то есть те, кто были не политическими. Да, там очень много несправедливости, там есть очень много вопросов, очень много вопросов, связанных с приговорами, которые были бы вынесены во время войны, что на самом деле надо было реально разбираться, что такое коллаборационизм, а что такое неколлаборационизм и так далее. Ведь тогда же многие вещи совершались с очень большой несправедливостью. Мы видим, что этого не произошло, и вот эти два закона, они шли в увязке один с другим. И когда стали ограничивать доступ к архивам разными способами, закрыли доступ к оперативным документам, в том смысле, что все, что в этих делах указывало на такую деятельность, доносы, слежка над людьми и так далее, стали вымарывать фамилии следователей, всячески покрывать виновников. Вот потому что часть, так сказать, злобы со стороны силовых структур в адрес мемориала была связана еще и с тем, что мы занимались не только жертвами, а на самом деле публиковали базы данных и на тех, кто осуществлял террор. И вот это вот вызывало тоже ужасное раздражение. И сразу очевиден был этот крен, когда был закрыт доступ к оперативным документам, когда документы, которые должны были по закону переданы из ведомственных архивов на государственное хранение, и когда они стали сопротивляться, прежде всего, архив МВД, чтобы эти документы стали доступны и рассекречены, когда там срок давности давным-давно истек и так далее, вот тогда и стало понятно, что это идет в одной связке и с законом о реабилитации, и что, в общем, и там следует ожидать ухудшения. Но, конечно, мы себе не могли в 90-е годы представить себе, что это ухудшение будет носить такой характер. Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Продолжим после короткого объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотр Ютюба. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в CastBox и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». Вы слушаете подкаст «Человек имеет право». Его веду я, Наталья Джампаладова. И сегодня с историком Ириной Щербаковой мы говорим о том, как происходила реабилитация жертв советского террора и почему сейчас Генпрокуратура пересматривает эти решения. Ну вот сейчас как раз получается, что Генпрокуратура пытается идти вот по пути этой серой зоны, как я понимаю, которой вы сказали. И за последние два года, как пишет «Коммерсант», они отменили 4 тысячи решений о реабилитации как раз вот тех людей, которых обвинили, по сути, в коллаборационизме во время Второй мировой войны. Как вы считаете, это только начало вот отмены этих решений? Тут преследуется сразу несколько целей. Причем это довольно, так сказать, хитро и иезуитски, значит, делается. С одной стороны, есть некоторая общая задача, я бы сказала, зонтичная задача вообще подвергнуть весь процесс десталинизации сомнению. Потому что есть идея, что зря ничего не бывает, что советское государство защищалось от своих врагов. Ну, там, конечно, есть какие-то, наверное, невинно пострадавшие люди, но, в принципе, среди них действительно было очень много врагов. И весь ваш процесс реабилитации, это есть процесс отрицания роли нашего советского государства, и поэтому он вообще вреден. И кого вы там еще реабилитировали, надо с этим разобраться. Это вот такое зонтичное размывание. Получается, что Сталин не только не умер вчера, а вообще не умер. Это одна задача общая, такая общая идеологическая. Вот подвергнуть это абсолютно сомнению, так же, как подвергнуть сомнению все, что делалось в 90-е, и все, что делалось в этом смысле, смыслный реформ 90-го года. Вторая вещь, более конкретная, политическая, контрпропагандистская, а именно доказать уже конкретно, совершенно, что там действительно были враги. Вот смотрите, кого нареабилитировали. И, конечно, мне сразу же, как только я это прочла, мне сразу было ясно, против кого это направлено. Это совершенно очевидно. Это направлено против Украины, это направлено против стран Балтии, иногда против Польши, чтобы доказать, что действительно вот эти люди были враги. Во время войны они служили у нацистов. И доказать, что мы, на самом деле, в Украине воюем с нацистами. И посмотрите, вот что это были за биографии, что это были за люди и так далее. И это такие страшные наперсочники. И тут есть две вещи. С одной стороны, действительно, очень сложные судьбы, сложные биографии, особенно в странах Балтии. Вот то, в чем, например, обвиняли мемориал. И у вас там база на 4 миллиона жертв, а там нашли три имени, у которых оказалось, что кроме 58-й статьи были еще другие статьи. Что действительно было очень трудно, потому что люди, которые, допустим, оказались виновны в коллаборационизме, потом боролись против советской власти и были уже репрессированы по 58-й статье. 58-я статья автоматически все люди были реабилитированы. И вот с помощью этих фокусов довольно отвратительных и осуществлялась вот эта вот вторая задача. Для того, чтобы этот процесс был открытым, гласным, публичным, нужно было открыть доступ к архивам. Потому что тем, кого не реабилитировали, доступ к архивному делу получить вообще невозможно. И очень трудно нашим было юристам, если, например, какие-то родственники пытались, человек не реабилитирован, все-таки доказать, что его надо реабилитировать. Дайте ознакомиться со следственным делом, дайте посмотреть, что там на самом деле в этом следственном деле было. Это невозможно, потому что оно закрыто, потому что человек не реабилитирован. И вот с помощью таких махинаций мы и пришли к тому, к чему пришли. А на самом деле вот такие биографии, когда реабилитировали человека странным образом, абсолютно такого очевидно, которого нельзя было реабилитировать, их вообще-то совсем не так много. И есть вот знаменитая история с генералом Панвицем, который создал казачьи части, так называемые, на оккупированной территории, которые действительно оказались замазанными в военных преступлениях. Он был почему-то реабилитирован, но реабилитация была отменена. Я-то надеялась, что на самом деле возник на другой вопрос вот в 90-е годы, когда очень многие люди были реабилитированы, которые были осуждены, конечно, не за их деятельность, а за то, что они были какими-то, я не знаю, там японскими шпионами или бог знает кем, но на самом деле были настоящими виновниками и организаторами, например, террора. Только потом они были Сталином расстреляны, а потом в 50-е, 60-е годы реабилитированы. Вот тут надо было посмотреть и разбираться, почему Судоплатова потом реабилитировали, например, такую фигуру. Тут надо было разбираться, но процесс-то пошел ровно в противоположную сторону. Вот вы сказали, когда рассказывали о 90-х, что явно был запрос на вот эту правду. Люди хотели, чтобы государство признало, что совершало преступление. Но эти же люди живы до сих пор. Ну, 90-е были не так давно. Почему сейчас эти люди как минимум молчат, а как максимум создается такое впечатление, что верят как раз вот этому нарративу про то, что все не так однозначно, и что, может быть, мы их неправильно реабилитировали. И это очень похоже на Оруэлла. Это очень сложный вопрос, что бывает с массовым сознанием. Люди бывают, конечно, очень часто охвачены таким некоторым общим движением. Тем более, что, правда, репрессии носили массовый характер, в каждой семье оказались, конечно, репрессированные. Это автоматически, кстати говоря, не означало, что люди, даже сами подвергшиеся репрессиями, стали вдруг носителями таких демократических и, я бы сказала, антисоветских идей. Совсем нет. И меня это, например, совершенно поражало. Я много делала интервью с людьми еще до перестройки, в начале 80-х, в конце 70-х годов, и меня просто поражало, какими советскими сплошь и рядом оставались эти люди, и как все равно они верили этой власти и этому государству и зависели от него полностью. Даже жертвы. Я думаю, что люди хотели перемен, изменения жизни. И они как-то интуитивно чувствовали, что эти перемены невозможны без все-таки расчета с прошлым и с прошлой системой. Но в результате оказалось, что, по-моему, этот Сорокин так образно сказал, что это прошлое осталось лежать, как труп на дороге. Но он как Франкенштейн. Он может начать снова оживать. И вот это мы, в общем, сейчас и уже довольно давно переживаем. А почему он остался лежать на дороге? Потому что показалось это неважным. Вообще, что тут говорить про это прошлое, когда нам сейчас так тяжело? Кроме небольшой части, она, безусловно, была, она, безусловно, была гораздо больше, чем в советское время. Вот людей, которые понимали, людей, которые говорили, что это очень опасно, что этот процесс должен быть продолжен. И в каком-то смысле он продолжался, потому что была гласность и не было цензуры. Но не было настоящей государственной поддержки, не было ощущения, что это главная задача государства. Процесс против КПСС 1992 года вообще не кончился ничем. Снова возникла другая, но совершенно сталинистская, коммунистическая, так сказать, дзюгановская партия. Стала набирать очки и голоса. Интеллектуалы считали, что, да ну, это диссиденты этим занимаются, этим Сталином, это давно уже прошедшее, вообще не интересно никому, интересно, может быть, только с точки зрения культурологии, как египетские пирамиды. Те, кто хотели некоторого, как бы мы сказали, размывания дискурса, говорили, что, а что это вообще-то сосредоточение на прошлых, так сказать, трагедии, а что вы внушаете обществу, постоянные чувства вины и ответственности, почему вы копируете отношения Запада, значит, по третьей линии шло. Вообще, можно ли верить этим всем фактам? Это еще все надо доказать, а правды мы все равно никогда не узнаем. Ну и что, что вы предъявляете нам документы по Катыни, что убили польских офицеров по приказу Сталина? Может, все фальшивые документы. А самый простой обывательский был ответ, да-да, надоели вы. Мы вообще-то жили очень хорошо. Ну, вспомним Брежнева, и зарплаты платили, и вообще, это еще на фоне такой вот советской ностальгии. Вот разрушили нашу Советский Союз, и посмотрите, теперь эти все неблагодарные страны Балтии и так далее, опять мы у них все виноваты, значит, все на нас набрасываются вместе с Западом, и под дудку Запада и так далее. Вот эти вот разным-разным способом размывался, и не был создан вот этот вот нарратив, такой государственный нарратив о том, что такое было это прошлого, от чего это государство отказывается. Это все оказалось какая-то мутная вода, из которой мы видим, значит, когда пришел Путин в власти, за что, так сказать, он ухватился, как началась инструментализация истории, и вот мы дошли до того, до чего мы дошли, но начался этот процесс, я повторяю, гораздо раньше, а уж в десятые годы, когда стали повсюду возникать памятники Сталину. Тогда-то вот и началась настоящая де-реабилитация. Но все-таки казалось, что на такие вот эти вот, такие эти основные законы все-таки не покусятся. Ну вот мы видим, что этот процесс неостановимый, он идет все дальше и дальше и дальше. Есть ли вообще выход из этой ситуации, и нужна ли людям правда и историческая какая-то однозначность? Однозначности не бывает, она бывает в каких-то вещах в отношении судеб, людей, это сложные процессы, но бывает однозначное осуждение на самом деле массового террора, массовых репрессий, массовых преступлений против человечества, за которое ответственна советская власть. Мне кажется, что без этого процесса и в него будет входить очень многие вещи и ответственность за то, что происходит сегодня, и ответственность за эту страшную войну и агрессию против Украины, потому что в качестве причин этой войны были выдвинуты так называемые исторические причины. И без настоящего глубокого расчета опять с этим государством, с этой системой, с этим прошлым, на мой взгляд, никаких изменений глубоких не будет. А когда это произойдет, когда снова начнется этот процесс, сегодня, конечно, сказать трудно. Я знаю только одно, что без этого невозможно будет никакое нравственное возрождение общества и никакие, на самом деле, реальные политические реформы. Ну, я, конечно, историк, у меня взгляд свой, но я в этом глубоко убеждена. Ирина Щербакова, историк, председатель правления Мемориал Цукунст, была гостьей подкаста «Человек имеет право». А его сегодня вела я, Наталья Джампаладова. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok